Девушки отдыхают Все говорю чисто по приколу Но мне правда понравилось С ним тусить Кстати мы же можем ему теперь Позвонить Но она не возьмет Наверное трубку Хотя Не я позвоню папирусу И это все А как же поговорить Ну да ладно Я так понимаю Что путь мой пролегает здесь И опять туман Но почему А Ну теперь можно пройти Ясно ясно Окей Необычное место Санс Вот ты где Хотя ладно погоди Привет Йо Ты тоже здесь прячешься Чтобы увидеть ее Кого ее Вот ясно А вон ее крутейшая Да А Ты про кого Я хочу быть таким же Как она Когда вырасту Эй Не говори моим родителям Что я здесь Хе-хе Окей Хорошо Я готов Когда ты готов Ээээ Воды А че это Все Что подтверждает Насуществование Мне невесная С этих А цветком Никто Не может Знать Эээээ Привет Никогда Не доверять Светку Ну да, я уже видела один цветок, который пытался меня убить, так что я и не собираюсь доверять цветам, когда бы то ни было. Никогда не доверяй цветку, это одна из истин этого мира. Это было странно. Ну да, не суть. Я могу сохраниться здесь. А почему я об этом не знала? Я думала... Ну ладно. Шум бегущей воды наполнеет вас решимостью. Санс, привет. Ты куда запропал? Почему ты не открывала дверь в своей комнате? Я же знаю, что ты там был. Я просто хотела поговорить, что в этом такого ужасного-то. И, кстати, мы клево потусили с твоим братом, если тебе интересно, конечно же. Вот. Что, никогда раньше не видел парня, работающего на двух работах? К счастью, две работы означают два раза больше перерывов. Я иду к Грилби. Хочешь присоединиться? А, к Грилби? Хм... Ну, давай, почему бы нет? Вместе веселее. Ну, если настаиваешь, придется мне оторваться от своей работы. Ахаха. Ты сам это предложил, чувак. Ты сам это предложил. Сюда. Я знаю короткий путь. А, ну разве... Быстро срезали, да? Да, но как ты это сделал? Там же... Оно... А, не суть. Привет всем! Эй, Санс. Привет, Санс. Приветствую, Санс. Приветик, Сансик. Эй, Санс. Разве ты не завтракал здесь всего несколько минут назад? Не, я не завтракал. По крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, путаешь с обедом. Сюда. Устраивайся поудобнее. Упс. Смотри, куда садишься. Иногда шутники могут подкладывать подушки-пердушки. Да, конечно. Интересно, кто же это такой шутник? Кто подложил эту подушку сюда? Ну ладно. Давай что-нибудь закажем. Давай. Чего хочешь? Снова выбор. Люблю, когда дают выбор. Но знаешь... Фри-бургер, фри-бургер. Конечно, я выберу фри, потому что бургеры, они, ну... Ну, их неудобно есть. Они распадаются и вообще... Они достаточно калорийные и вредные. А фри, ну... Что может быть лучше картошки фри? Ну вот скажи мне, вот что? Эй, звучит вполне неплохо. Вот и я о чем. Это вполне неплохо. Крилл, нам две порции картошки фри. О, что ты делаешь? Скажи, что ты думаешь о моем брате? О, ну знаешь, мы с ним знакомы не так уж и давно, но я думаю, что он клевый. Он забавный, он веселый, он достаточно простодушный. Не могу сказать, что он там глупый или типа того. Нет, он просто достаточно наивный и очень добрый. Это очень хорошее качество. И далеко не у каждого они есть. В общем, да, твой брат действительно крутой. Я не могу сказать, что он стрёмный. Это... Это не так. Ну, нужно быть действительно невероятно добрым, открытым существом для того, чтобы быть таким, как он. Это... Ты понял мою мысль, я так думаю. Конечно же он крут. Ты бы тоже был крутым, если бы носил такой наряд каждый день. О, ну разумеется. Он снимает его только в случае крайней необходимости. Но, по крайней мере, он его стирает. И под этим я подразумеваю то, что он в нем моется. Как будто я могла предположить что-то иное. О, картофель. А вот и да. Хочешь немного кетчупа? Спасибо, конечно, что предлагаешь. Но, пожалуй, я откажусь, потому что я предпочитаю есть картофель не с кетчупом, а с сырным соусом. Либо с мороженым. У меня, по-моему, вроде оставалось доброженное. А, ну, даже если нет, в любом случае, короче, спасибо. Но, без кетчупа. Лучше самого использую. Мне больше достанется. Ага. Воу. Ты сильно любишь кетчуп, я смотрю. В любом случае, круто или нет, но согласись, что Папирус старается. Я думаю, как он изо всех сил старается стать частью Королевской Стражи. Однажды он отправился к дому главы Королевской Стражи и умолял ее, чтобы его приняли. Разумеется, она захлопнула дверь перед ним, потому что была полночь. Но на следующий день она проснулась и увидела, что он все еще ждет. Поняв его преданность, она решила взять его на воинское обучение. И оно все еще продолжается. Хм. Круто. Ах, да. Я хотел спросить тебя кое-чем. Окей. Ты когда-нибудь слышал о говорящем цветке? Ну, вообще-то да. Но почему внезапно такая музыка? Или ты, типа, изображаешь серьезность? Да, я слышала про говорящий цветок, потому что он пытался меня убить, между прочим. Это сложно, знаешь, не заметить такое. Вот. Так что да. Значит, ты все о них знаешь? Ну, я бы не сказала, что я знаю про них все. Эхо-цветок. Что? Они растут по всему болоту. Скажи им что-либо, и они будут повторять это снова и снова. Нет, ты не понял. Я про другой цветок, который реально разговаривает и имеет собственный разум, а не просто повторяет что-либо. Ну, такой, знаешь, миленький, желтенький цветочек, который пытается всех убить и строит жуткие рожи. Нет, ты не про это? Что с ними? Ну, однажды Папирус рассказал мне кое-что интересное. И иногда, когда никого нет рядом, появляется цветок, а шепчет ему что-то. Лесть, советы, поощрения. Пророчества. Странно, да? Да, ты прав, это действительно странно. Я бы на твоем месте присматривала за братом более тщательно, потому что если это тот цветок, о котором я думаю, то он в большой опасности. Кто-то, наверное, пользуется эхо-цветками, чтобы подшутить над ним. Нет, нет, нет. Я полагаю, это цветок, который, ну... Настоящий говорящий цветок. Разумный цветок. И он действительно опасен. Ну, то есть, я не знаю, насколько... Он сильный, но... Он не особо-то дружелюбный, так что, пожалуйста... Обрати на это внимание. Гляди в оба, хорошо? Да, и я тебе о том же говорю. Но, полагаю, так или иначе, мы друг друга поняли. Спасибо. Не за что. Что ж, это был долгий перерыв. Я не могу поверить, что дал тебе оторвать меня от работы так надолго. Ой, да ладно. Все равно надо когда-то отдыхать от работы. Иначе будет очень... Очень скучно жить. О, кстати. У меня не гроша. Можешь оплатить на счет. Всего лишь 10 тысяч монет. Ну, у меня столько нет. Если ты дашь мне взаймы 10 тысяч монет, то, может, оплачу, но пока что нет. Шуткую. Грилби, забежи это на мой счет. Кстати. Я хотел сказать что-то, но я забыл. Бывает. Э, а картоха? А картоха? А картоха-то? Мы же толком не поели. Ну, да ладно. Хм. Сансик. Вернись и посиди со мной. Все становится таким веселым, когда ты рядом. Хм. Не могу не согласиться. Мне нравится Санс. Иногда он кормит нас остатками пищи под столом. Затем его брат злится. Ну почему? Мы же взрослые. Мы справимся с этим. Я надеялся, что Санс заглянет и погладит меня по голове. Нарушите. Хм. Санс самый постоянный из постоянных посетителей. Давненько он не появлялся. А разве вы не говорили, что он тут был недавно? Или? Почему все врут мне? Прилка говорит, что твоя еда. Наверное, она уже остыла. Да, но я не могу ее съесть. Как мне ее съесть? Еда. Иди сюда. Еда. Картошечка. Ладно. Просто, не знаю, пойду и все. А, ну да. Я как-то даже не знаю, почему удивилась, что я здесь. Но на самом деле это немного странно. Если цветик появлялся при папирусе и что-то там ему нашептывает, то, блин, надо бы насторожиться на сей счет. Папирус же невероятно доверчивый. Просто-напросто нельзя позволить, чтобы какой-то там цветок его обидел или типа того. Нет, ты вот про эти цветы, что ли, говорила? Все, что подтверждает мое существование, объясняется по цвету. Никто, никто не может знать. Давай потусуемся как-нибудь еще раз. Да, я не против, но, блин, это серьезно вообще-то. Это сундук. Вы можете положить предметы или забрать их. Только вот зачем? Вы не сможете использовать предметы, когда они в сундуке. С уважением. Сундук-ненавистник. Мне кажется, что ножик сюда положу, потому что я же все равно не пользуюсь, так скажем, оружием. Правильно? Что-то там опасно. Вот камни падают или это... Ай! Это похоже на камни. Сейчас сюда они, надеюсь, не достанут. Выглядят они очень опасно. Не хотела бы я с ними столкнуться. Цветок? Клунус. Они заведут что-то. Позади этой текущей воды. Позади воды. О чем он? Как мне туда пройти? О! Откуда они там падают-то? О! Че? Где я? Как я там... А, это типа скрытый хвост? На земле лежит балетная пачка. Возьмете ли вы это? Эээ... Ну, давайте попробуем. Вы получили старую балетную пачку. Эээм... Клещи... А... Пачка... Вторая балетная пачка. Защита 10. Ну, наконец-то хоть что-то похожее на броню. О! Серьезно? Это броня? Так, а у меня че? Какая броня-то? Защита 7. Ну да, мне нужна броня. Давай, давай, давай. Выэкипировали старую балетную пачку. Я этого не вижу. Ну да ладно. Че это? Зачем это? Странно. Это грибы, я так понимаю, светящиеся. Ааа... Я так и не поняла, откуда там падают эти камни. Ааа! Боже мой! Как это было опасно. Че? Это типа... Тут темно, да? Ладно. П-привет, Тан-Дайн. Я здесь с моим ежедневным отчетом. Ааа... Относительно того человека, из-за которого я вызвал тебя. Ааа... Ааа... Сражался ли я с ним? Да, конечно. Я сражался. Я сражался с ним доблестно. Что? Схватил ли я его? Схватил ли я его? Ну... Нет. Я сильно старался, Ан-Дайн. Но в конце... Я потерпел крах. Что? Ты собираешься забрать человеческую душу сама? Но, Ан-Дайн, тебе не нужно уничтожать его. Видишь ли... Видишь ли... Не... Я понимаю. Я помогу тебе всем, чем смогу. Эм... Так, это и есть Ан-Дайн. Что-то какая-то напугающее. И вот это с ней я должна затусить? Ну нафиг. Меня заметили. Нет, 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 нет. Не похлоди. Меня тут нет. Я не дышу. Ох. Хорошо, что она ушла. Ох. 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 Йо, ты видел, как она на тебя смотрела? Ох. Это... Ох. 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 Я так понимаю, что он... Мне предстоит непростое время. Если она меня найдет. То есть она меня найдет. Так, это можно прочитать? Когда четыре мостовых семени лягут в ряд, они расцветут. Ох. Ох. Эти, что ли? Ох. 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 Арон показывает мускулы. Ты... Ты... Чё за морской конь такой? Чё там можно... Ох. Ох. Оценить. Так а 24, защита 12. У этого морского коня много лошадиной силы. круто его так и сложнее избегать нижней части боевого окна что правильно все что хочешь это было неожиданно арон потеет пулями он раз погнать и напрячься я даже не знаю давай давайте вот попробуем напрячь потому что меня уже это напрягает вы напряглись арон напрягся тени атака обоих увеличивается конкурс мускулы окей сожму сильнее ну а рон готов к следующему же я тоже готова давай вот еще раз напрям напряжемся круто я не проиграете слушай качок я вас зожников не особо-то люблю так что так что блин могу тебя прогнать пожалуйста уходи у меня аллергия на зож ты изменишь мараза а что 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 это что за что за дожди блин что с тобой делать он перенапрягся и вылетел из комнаты вы победили мы получили 0 уп и 37 я так понимаю что в таких битвах не опыт вообще не дадут у меня постоянно будет первый уровень это фигово окей чем вот это надо туда добраться если допущена ошибка колокол цветение может созвать мостовые семена обратно да то что ли я могу вот сюда добраться нет ну по идее могу наверно там же чё-то написано поздравляем вы провалили головоломку кто-то написал такой умный а вот это как работает воды мне кажется дело немного неправильно да или нет эй оно не работает так должно получиться Я не знаю, я надеюсь, на это. Да, получилось. Кто это мне звонит? Привет, это Папирус. О, привет. Как дела? Как я раздобыла этот номер? Это было легко. Я просто звонил всем подряд, пока не попал на тебя. Но ведь я тебе звонила, ты мог просто сохранить мой номер. Ну да, не суть. Не? Так, что на тебе надето? Тебе не кажется, что этот вопрос немного странный? Мы вроде как друзья, всего лишь навсего. Я спрашиваю для друга. Интересно, что за друг такой? Она считает, что пыльная балетная пачка. Это так? На тебе пыльная балетная пачка? Ну, вообще-то... Что вы скажете? Ну, если я скажу нет, то, наверное... Даже не знаю. Я не хочу его обманывать. Но с другой стороны, я так понимаю, он это должен передать Андайн. Ах, сложно. С другой стороны, если я ему скажу, что да, она мне пачкает, я же смогу ее снять, правильно? Давай скажем... Да. Значит, на тебе пыльная балетная пачка. Понял. Подмигнул. Хорошего тебе дня. Ситочка. Типа, он ей скажет, что нет? Да, на всякий случай, знаете, пока надену обратно гандану, да? Вот. О, больше дыхоцветков. Что скажете мне? Давно-давно монстры могли прошептать их мечты к звездам в небе. И если ты будешь надеяться всем сердцем, твое желание исполнится. Теперь все, что мы имеем, это светящиеся камни на потолке. Монстры ведь, получается, не видели звезд. Ну, поскольку они находятся в подземелье, то они не видели звезд. Ну, кто-то, может, их застал, конечно, но большая часть, наверное, нет. Большая часть, наверное, нет. И это достаточно печально. С другой стороны, я тоже не могу сказать, когда последний раз видела звезды. Ну, примерно, это было года два назад, когда я была за городом далеко-далеко у моря. Потому что в городе звезд вообще не видно. Ну, там от силы одну-две. Ну, их ведь там гораздо больше. Целый Млечный Путь. Так. Комната желаний. А-а-а. Тысячи людей мечтонщик в месте не могут ошибаться. Корону тебе покажет. Ммм. Ты что, Мойша? Ты такой мой враг, Мойша? Ну-ка, скажи мне, ты такой мой враг? Мойша, этот простой мизофоб очистит весь мир. Помыл те ноги. Чирик или чирик? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Па-па-па-па-па-па. А-а. Мойша удивляется, что слезы очищает. Ммм. А-а-а-а. Помыть. Давайте помоем тебя. Вы просите Мойшу почистить вас. Он радостно скачет вокруг. А. Зелёный значит чисто. Зелёный? Ага. Ясно. Ты как в этот, как в овощник, да? Зелёный значит чисто. Ну, не так уж шибко это мне и помогает. Давайте скушаем конфету, что ли, я не знаю. Зелёный монстр конфеты. Совсем не как латрица. Вон, чёртово пятно. О, боже. Мыло, нет! Не трогай меня. А, всё? Всё? Прощай, Мойша. А, так это я читала. Ну, давай, сестрёнка, загадай желание. Желаю, чтобы моя сестра и я однажды увидели звёзды. Что это? Посмотреть телескоп? Ну, давайте. Проверь стену. Проверь стену. Окей. Какую стену? Четвёртую стену. Ах, кажется, монтероскоп такой же, как и на прошлой неделе. Вторая стена. Вторая стена. Оба. Стены спешлены древними письменами. Вы можете разобрать только следующий текст. Война людей и монстров. Кстати, у меня возник важный вопрос. Монстры на каком языке вообще разговаривают? И как я могу понимать их письменность? Она же по-любазу отличается от человеческой. Но даже если она похожа, то всё равно какой это язык. Ладно. Не суть. Почему люди напали? Ведь им нечего было бояться. Люди невероятно сильны. Мощь души всего одного человека равна помощи душам почти всех монстров. Но у людей есть одна слабость. По иронии судьбы, это сила их души. Эта сила позволяет душе существовать вне человеческого тела даже после смерти. Если монстр победит человека, то он может забрать его душу. Монстр с человеческой душой. Ужасное чудовище. Непостижимая мощь. Это изображение странного существа. Этот рисунок чем-то сильно вас тревожит. Что это? Куда это я? Эм... Эх! Она ховет! А нет, 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 она меня нашла. Она меня... Понимает. А-а-а! Матерь божья! А-а-а! Она убьет меня! А-а-а-а-а! Нафиг! Что за... Что за... Что за... Что за... Что за... Что за... Нет, 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 нет! Не подходи! Я туда... Я тут нет... Чувак, ты что тут делаешь? Йо, ты видел это? Антайн только что тронула меня! Ага. Я теперь не буду мыть лицо всю свою жизнь. Чувак, тебе не везёт. Если бы ты стоял чуточку левее. Йо, не волнуйся, я уверен, мы её снова увидим. Я об этом даже не сомневаюсь. Ура, звёздочка! Кусок сыра находится здесь так давно, что оброс магическим кристаллом. Он прилип к столу. Даже не удивительно. Писк. А, это-то ясно. В общем, это было достаточно жёстко. Я думала, она меня сразу прям просто убьёт на месте. Но повезло, что тут был этот монстрик маленький. В общем, пока что на этом всё. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, и что ж. Удачи вам в жизни. До свидания. Понимая, что однажды мышь найдёт способ извлечь сыр из таинственного кристалла, вы наполняетесь решимостью. Ты когда-нибудь думал о мире, где всё точно такое же? Только тебя не существует. Всё прекрасно работает без тебя. Размышления ужасают меня.